и снова здравствуйте всем привет и так по персонажу сделал я тут простенькую анимацию чтобы потестить именно значит как он будет себя вести этот персонаж при риге и значит косяк в чем значит большие пальцы вот эта фаланга одна она очень большая давайте посмотрим посмотрим так вот эту фалангу я сделал чтобы ну как бы прям кисть смотрелась да но это была моя ошибка надо чуть-чуть и уменьшить и сделать косточки одинаковыми потому что палец уже не будет сгинаться вот если я сейчас начну сгинать полностью палец допустим r да теперь допустим r вы видите что палец куда уходит да вот такая штука с ним получается это не есть good так что это я потом исправлю ну а так в принципе все нормально за исключением еще значит одежды что получилось я объединил тело и объединил одежду чтобы не привязывать его mt группой да и получается что вот у меня пустота вон подмышка и видно из-за этой пустоты из-за этой пустоты то что я еще тут при делал значит косточку для управления для растяжения самой вот этой вот шмотки у меня получается вот такая шняга вы видите что шмотка вроде она привязана здесь нет отдельных полигрупп но она почему-то отстает от той сетки потому что наверно привязана вот эта косточка если эту косточку отвязать ну можно посмотреть как она будет лучше то ошибки ими значит на это приделывать вот эту делать вот это растяжение значит шмотки не знаю она будет то сворачиваться и все равно будет наверно лучше шмотку наверно сделать отдельно и уже не париться по этому вопросу так что бойца я еще потом переделаю мы давайте попробуем добавить ему значит видео файл волоса посмотрим как это будет дело выглядеть шрифт так заходим в обжиг мод н панель значит скрин каски чтобы увидели что я буду нажимать теперь шифт а сочетание клавиш мэш добавляем план план можно вытянуть в бок добавляем значит новый материал на base color добавляем image текстур open находим значит наш файл это у меня будет загрузках так не не загрузках видео третья часть обрезанный так теперь добавляем конечный 95 кадр enter здесь ставим с 5 потому что там чуть-чуть у меня задержка значит видео так ну где-то так теперь автор рефреш включаем что тут еще включаем сеттинг верхний blend мод добавляем альфа-бленд заходим шейдеры так удаляем значит вот этот от как его называть not delete так что такое так шейдеры значит джи уносим делит теперь от добавляем эмиссия эмиссию добавляем следом добавляем это значит transparent так transparent bdsf не путайте с альфа-бленд заходим транс лейтшин это транслюшин работать не будет так теперь это опять же добавляем без кого это у нас английская б бэйс так как он пишется так давать это им это микс шейдер сначала добавим микс шейдер и тогда добавим шейдер так эмиссия так вектор колор колорамп и конвертер так где он тут колорамп не бэйс колор а колорамп пардонте так теперь смотрите как подключаем колор значит комиссии колор колор значит колорампу теперь значит transparent к нижней шейдеру это верхнему и значит колорамп к факу а вот этот шейдер подключаем surface смотрим что у нас получилось так получилась прозрачность теперь значит выбираем этот ползунок один ставим на него черный цвет так а я на эту штуку ставим белый смотрим что не так что-то он у меня совсем прям прозрачный стал так не из гуд так альфа бленд ну вроде все нормально шейдеры что не так transparent подключен факт подключен колор подключен так делаем прозрачность так унт mp4 ну вроде бы все нормально так а что тут не так альфа бленд все нормально стоит так филмик отключен а во лаяут тройка на нампаде r подставляем значит к башке 0 на нампаде что тут слишком большой значит у нас огонь уменьшаем уменьшаем g подставляем голове можно чуть-чуть растянуть чуть-чуть значит подставить поближе и чуть-чуть значит перекрутить 0 на нампаде так немножко сплюснуть так что не так за что эту тяну так что у нас получается так это вот факел у нас значит работает синий огонь так побольше вытягиваем и немножко наверно еще с плюс ним можно чуть-чуть даже сдавить так так еще чуть перекрутим как-то так а ну ка если вперед еще подвинуть и чуть-чуть повыше так и чуть-чуть подальше и чуть-чуть в бок 0 на нампаде так факел идет но башка двигается отдельно от факела это не есть good выбираем значит наш план вот это выбираем через shift кости заходим в post мод выбираем косточку головы вот это и делаем ctrl p сочетание клавиш это будет бомб обжиг нот 0 на нампаде включим задний фон это скалы так отключим видимость всего ну вот получается в принципе нормальный огонь башка горит так ну башка гореть то горит но давайте попробуем еще значит g пониже его опустить побольше перекрутить g подставить как бы к плечам чтобы было ну чтоб горел весь персонаж тогда сияющим огнем так еще поставим побольше угол побольше поближе к башке так а ну-ка 0 на нампаде ну вот факел горит вроде бы все нормально так пробуем теперь сделать рендер рендер имидж и вы видите что все факел прозрачный можно использовать единственное так давайте попробуем еще какую фишку так семерка на нампаде и сделаем шифт д дубликат сделаем р или даже так теперь делаем с делаем g так так подставим на черепушку сделаем еще шифт д джим сделаем с еще поменьше подставим где то поближе можно даже его перекрутить подогнать под нашего значит персонажа там где то на духом подставить а ну-ка что получается ну в принципе нормал все есть гуд в принципе все хорошо так что еще у нас тут может быть шифт д перекрутим теперь в эту сторону сделаем с сделаем значит джи вот тут планы чуть чуть поперекосились так и вот видите как вот вроде по башке он теперь будет идти так и вот этот план делаем р делаем с делаем g и на башку так а ну-ка больше перекручиваем чтобы края такие ну сделать объемный значит огонь так вот этот теперь план немножко значит перекрутим можно его теперь наверное немножко увести подальше чтобы уши было видно теперь поправляем вот эти огоньки так как то вот пониже к уху перекручиваем так и на черепушку шифт д делаем g делаем s делаем r побольше и здесь уже можно его значит как бы растянуть g подводим к голове можно r наклонить и g увести как бы под уклон так так ноль на нампаде снимаем выделение ну а чё плохой огонь стуль мультяшный огонь получился может быть ему только скорости придать чтобы он быстрее горел но это опять же при монтаже видео при обрезке тоже можно там кое чё ну а так маловато видно кадров вот ему бы кадров 200 он он бы тогда разошелся ну а чё вот сбоку видите пламя можно мелкие еще доставить значит огоньки можно сделать анимацию чтобы огонек значит улетал давайте попробуем так сделать да как бы отделялся от башки выберем какой нибудь план давайте сделаем шифт д теперь немножко его значит r перекрутим так еще побольше значит r вот поставим у косиной и смотрите что делаем ставим на первый кадр делаем ему с уменьшаем такой чтоб маленький был ставим как бы на духом вот так прописываем и локрот скейл и потом значит тут факел начинает гореть и вот этот огонек огонек он значит как бы улетает и делается s значит побольше и локрот скейл потом уходит уходит он значит вверх с и здесь где-то может перекрутиться как-то сжаться и здесь уже с в ноль и локрот скейл так дальше его нет ну потом можно шифт д продублировать значит все эти шифт д так g можно сделать чтоб он побыстрее вылетал вот раз уже один огонек вылетает их можно много так по поделать чтобы как бы отрывались уходили исчезали насколько это напряжно будет но я думаю не не очень по рендеру может быть будет чуть долговасто а так в принципе все нормально вот задний план выбираем как его можно сделать значит так значит так мы его можем на первом кадре сделать s а это не тот так дальний план вот это делаем его s g как бы переносим прописываем и локрот скейл вставим его значит ну шифт д на первый кадр и и здесь где-то на пятидесятом делаем s побольше вот так надуваем и значит чуть вытягиваем вот так можно даже где-то сжать или ну сейчас и локрот скейл и вот вы видите что план меняет размер в принципе все нормально что где-то можно порезче сделать чтобы как бы вот смотрите уменьшаем вводим его в бошку прячем как бы и делаем и локрот скейл так а здесь так вот эту шифт д ставим поближе и тогда будет вспышка во и вот эти кадры тогда можно продублировать вот эти вот два шифт д поближе ставить тогда он будет больше развиваться шифт д шифт д шифт д нормально горит потом вспышка 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 думает улетают какие-то огонечки ну где если что-то перебор ну перебор можно удалить ну так же можно поступить с этим огнем ну с любым там растянуть его допустим вот один огонь давайте продублируем шифт д поставим вот джи пониже где-то к шее сделаем ему с в ноль пропишем значит и low крот скейл джи отведем наш огонь и вот теперь значит когда он будет вот горит горит огонь и вот здесь вот да вот где он раз рот открывает мы этому факелу делаем прям джи и значит растяжку прям раз чтобы по плечам пошла эта штука и локрот скейл так и вот этот первый кадр шифт д значит поближе шифт д шифт д шифт д шифт д ноль ноль на нампаде ну а чем чем вам не огонь да шифт д шифт д шифт д так где то вот так и теперь картинку джи выравниваем так ноль так ну вот такой вариант но если сбоку не показывать ну в смысле сбоку тоже можно показывать только камеру нужно будет настроить на вот это значит вот эти планы настроить будет на слежение вот так вот выбираем допустим какой-нибудь план выбираем нашу камеру и делаем ctrl shift c так не работает значит добавляем так вот на этот план добавляем модификатор трек ту если он тут есть или constraint будет а ну-ка constraint трек ту и следить допустим за камерой вот выбираем раз там камеру и все теперь если мы будем двигать камеру допустим вот джи где она тут видно будет вам так то должен двигаться значит план так ноль на нам паде shift f так а ну-ка а если на план поставить во shift f так это и джи ну чуть-чуть подтормаживает ну в принципе работать будет так джи так пардонки эта камера будет следить так так как она там ставится сейчас огонь должен следить за камерой значит это удаляем и вот этот правильно стоит по y z y z вот z z y и вот теперь будет вот эта штука значит крутится следить значит на камеру смотреть вы видите что она крутится да план он крутится и смотрит на камеру так это 0 так shift f вот shift f уже не работает уже подтупляет так значит ctrl z ctrl z ну принцип понятен ставим пламя следит за камерой тогда камера может чуть-чуть вокруг полетать огонь будет к ней поворачиваться как уж это будет но надо тоже тестить так 0 на нампаде shift f вот теперь все передвигается все подгадывается так а где теперь мой этот ракурс шрифт ф шрифт опа что-то тут а поломалась так ну вот получается вот такая какая-то штука ну вот такая информация все всем пока до свидания я после до Продолжение следует...